какие на сто процентов обыденные вещи кажутся вам странными мой язык мясное щупальце спасибо теперь он вызывает у меня отвращение как я блять по-твоему теперь должен есть при помощи и снова щупальца и ротовых камней после воспользуешься чаном с кислотой который у тебя внутри что-то на странно планетском да 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 плач почему мы организм вырабатывает жидкость которая течет у меня из глаз если происходит что-то грустное химическое вещество о котором так часто вы слышите кортизол это гормон стресса так вот плач действительно снижает уровень кортизола именно поэтому после того как вы поплачете вы чувствуете себя лучше предполагается что ты должен чувствовать себя лучше после того как поплачешь бро у меня после этого голова болит и хочется спать ну блин это немножко по бочке но должно от стресса должно попускать и плюс ты ляжешь спать и тебя попустит и действия что потом глаза похожи на пельмени что вообще такое грустно о произошли какие-то события которые повлияли на мой мозг и от этого я чувствую себя ужасно вот так мне как глухому парню довольно странно видеть людей целующихся с музыкальными инструментами изменено мне пришло довольно много вопросов по поводу моей глухоты и о том как я слышу свой внутренний голос я постараюсь ответить на некоторые из них на самом деле я могу слышать некоторые звуки в том числе и музыку грубо говоря я слышу и ощущаю басы если они достаточно громкие я точно чувствую вибрации что касается моего внутреннего голоса то как ни странно он звучит музыкально в действительности я не очень люблю музыку что делает этот факт еще интереснее для тех дремучих людей которые не встречали глухого парня в интернете или в реальной жизни вас ждет огромный культурный шок да я умею читать и писать да я умею печатать текст на мобиле глухота означает лишь одно я не слышу это не значит что отсутствие слуха мешает не заниматься всем тем что мне дорого интересно ну как бы да логично что глухота это это просто глухота ну про внутренний голос да был интересный вопрос на каково это было впервые встретить чувака играющего на гармошке чел все никак не заклеит этот грёбаный конверт которые думают что люди слепые люди у которых не полная слепота и они свет и от тьмы только отличают то что они какие-то мошенники раз они реагируют на отличие света эти думают что типа есть только полная слепота понятно господи да в принципе есть такое где-то размытие что ты только силуэты видишь ты не знаешь что тебе охренительное зрение что тебе не нужна какая-то помощь туда но я не знал что если по так где только свет различаешь очень много теперь то же самое с нарушениями слуха ну да вот есть даже устройство с костной проводимостью для того чтобы люди с проблемами со слухом могли слушать музыку есть такие типы глухоты когда хорошие аппараты слуховые помогают слышать вот но там обычно на одно ухо стоит может одно ухо полностью не слышать а другое слышать вот я как-то читала ссори как на мальчиком которого одно ухо полностью не слышал одним издевались классе потому что они там ну с той стороны где он не слышал говорили про него гадости скоты ну у меня получается когда бабушки делали операцию опухоль вырезали у нее же после этого получается часть лица переклинило видимо это было довольно давно видимо не получил ну да и ну и плюс я не помню она от этого не слышала или нет но у нее тоже одно ухо не слышала почти что в итоге потому что в одной ариша она это может я и не услышать как бы уже еще и возраст да она всегда предупреждала это спать удобно лег на услышащие ухо и ничего тебе не мешает спасибо за донат но на хрен такое удобство если честно всем привет конечно к играющего на гармошке чел все никак не заклеит этот грёбаный конверт у птиц есть встроенная система gps они способны на всю зиму улететь на юг а вернувшись прилететь на то же самое дерево я видел ролик в котором говорилось что они вероятно умеют чувствовать магнитное поле земли я полагаю из-за этого когда наступает зима они просто летят на юг и как только вновь потеплеет могут в точности повторить свой полет но уже в сторону севера ну а на ну джид это он написал gps скорее внутренний компас у них потому что ну компас то тоже также работает по факту учитывая то что она прилететь на то же самое дерево ту же самую местность но это да я в том смысле что чувака писал про ролик внизу gps обычная функция для дронов так что здесь ничего удивительного тот факт что птицы это дроны мы что-то не знаем птицы это мясные дроны всех людей что вы видите на улице есть своя жизнь которой они живут дома и их жизнь никак не соприкасается с вашей недавно потеряв отца я тоже об этом как меня бесит люди которые думают что все остальные какие-то нпс грёбаные особенно бессила когда короче в аптеке работаешь а ну одна там находишься короче идешь поссать нету людей хочется прям сать уже идешь поссать дверь закрываешь туалет и слышишь как тварюка только зашла тоже колокольчики прозвели и тут же начинает колотить возле прилавка типа вы где напоминается как его как раз таки это инписи в игре как вот это всегда стоять за эти запрела увидим они так и думаю готово немного сего даже говорю с в этом в этом в главном герое это хорошо ощущается потому что показывается все от лица npc не до некоторых людей реально такое отношение к людям которые работают в обслуживании они думают что они обязаны мне всем я же плачу да еще можно обосрать и расстроить человека постороннего просто потому что вам так сейчас захотелось много думал это событие серьезно повлияло на меня остальные люди продолжили жить своей жизнью как будто ничего не произошло и все потому что в их мире есть свои утраты любовь и жизнь которая также хороша тяжело плодотворно и трудно как и моя и мы все почти ничего не знаем друг о друге миллиарды вселенных смешиваются между собой но никогда не взаимодействует таким образом чтобы мы могли это воспринять и все же все эти миры связаны бесчисленными неуловимыми нитями я полностью тебя поняла загнул и мы в начале этого года я тоже трагичным образом потерял отца у него был рак в такие моменты ты не можешь поверить что мир не останавливается из-за тебя из-за твоей боли тебя раздражает что люди вокруг не разбиты горем также как и когда в тот период люди спокойно рассказывали о своем обычном прожитом дне или каких-то мелочах жизни у меня буквально сводила живот мне было очень больно почему они не могут всего этого понять или волшебным образом осознать это очень странно и такое происходит каждый раз когда вы теряете близкого человека каждая жизнь также замысловато также хрупка и многогранна как и ваша собственная не знаю у меня таких случаях вообще не было мыслей о том что люди там как-то не тут если хочешь чтоб люди тебя как-то посочувствовали узнали о твоем горе ну тебе придется об этом сказать потому что они не знают что ты пережил и что с тобой происходит и просто как бы когда кто-то из родных там или близких умирал или еще что-то плохое случается не знаю мне лично грустно самому себе было а себе не думая что а какого хрена все остальные не грустят с чего бы им грустить это моя проблема люди многие не осознают но есть такая обыденная вещь что наш мозг охраняет нас от страха смерти вокруг нас умирать люди происходит всякая жопа мы прекрасно знаем что мы смертны и что мы болеем но от того чтобы выпилиться буквально от мысли того что вот я умру там смерть а что же там наш мозг наш разбережет надо сказать этот чтобы мы продолжали жить режим самозащиты и размножаться и так далее а вот когда эти защитные механизмы падают у людей в состоянии депрессии вот тогда наступает коллапс чтение вроде бы какие-то рандомные закорючки а люди их могут мгновенно интерпретировать как сложные мысли концепции чувства эмоций выраженные людьми которых мы никогда не встречали а порой даже и не слышали о них это странно да в принципе сами языки это как мы общаемся и наши разговоры сколько существует языков и способов передавать информацию друг другу кто-то же когда-то как-то же это появилось как-то жизнь изначальная речь зародилась и начали люди как-то понимать друг друга не до сих пор выносит мозг насколько мы высокоорганизованные обезьяны со своим сложным устройством со своим эмоциональным фоном с тем что многие вещи которые естественны для животных мы это мы их обдумали осознали и заменили чем-то другим для того чтобы наше существование было более комфортным более гуманным и удобным для других людей не только для себя да вот поэтому люди которые люди люди которые оправдывают инстинктами гадости которые они совершают другим людям или свое отвратительное поведение это жалкие люди я считаю потому что столько тысяч миллионов лет живет человечество столько она развивается и тут какой-то такой рандомный челик а я писью сумму потому что инстинкт которого нету людей вопрос как оказалось все таки обсуждаются учеными очень много времени уже а тут короче дядя вася с третьего подъезда такой это был инстинкт что я наебинился в хлам после работы жена такая что делать без зарплаты теперь штаны надо было сына купить мне до сих пор реально вот это вот мысль не дает покоя и сложно это осознавать что у людей нет инстинктов они как-то по другу они как-то по-другому работаю очень третьестепенное ста степенное значение имеет именно потому что мы весьма умные обезьяны ну да разумны ну а еще забавно то что человек это по сути мозг который управляет кожанокостным экзокостюмом а еще выносит мозг что именно обезьяны мы именно обезьяны они какие-нибудь кошки а то были бы каджиты было бы лучше или другие эти или какие-то собаки бы развились до супер разумных сейчас почему нет параллельно развившихся раз из других давай именно примат прекращая то вдруг бэбэй когда-то зайдет к нам на реакцию у него инфаркт случится от твоих фури фантазий я знаю это фури это фури по факту кстати это фури нас такая блин ну да ах ты мое я просто когда вот эта чела такая рассуждать такую так настя не любит фури чтобы брякнуть по этому поводу не просто очень удивительно ну да что не какие-нибудь эти осьминоги рыбы ну вообще не любое другое живое существо вообще это вообще не о том осьминоги и рыбы они вообще на других уровнях развития я имела ввиду именно чисто млекопитающих ну дельфины прикинь бы дельфины стали людьми что за удивительная вещь книга это плоский предмет сделан да раз уж я ляпнул давайте мнение ваше что каджиты это фури или не фури а я посмотрю как вы сретесь в комментах и обсираете меня слышали о них это странно что за удивительная вещь книга это плоский предмет сделанный из дерева с гибкими частями на которых отпечатано множество забавных черных закорючек но стоит только взглянуть на нее и вы оказываетесь сознание другого человека возможно умершего тысячи лет назад через тысячелетия автор ясно и тихо говорит вашей голове обращаясь непосредственно к вам писательство это вероятно величайшая из человеческих изобретений связывающие вместе людей которые никогда не знали друг друга граждан далеких эпох книги разрывают такого времени книги это доказательство того что люди способны творить магию карл саган ухты я бы еще хотела сделать одну ремарку еще если мне существовало людей которые эти книги переписывали а еще адаптировали под речь понятную для восприятия воспроизведения человек современному человеку то ничего вы не поняли нифига потому что русский язык допустим тот каким мы его знаем он при пушкине таким стал например на еще на самом деле гораздо более понятная всем и гораздо гораздо более понятная всем и которая тоже не теряет свою актуальность хорошая музыка которая также погружает тебя в нужные чувства которые хотел передать автор более того а есть не всего несколько базовых мелодий на основе которых до сих пор создаются хиты и причем ей не надо быть никакого языка ты можешь абсолютно не знать язык на котором она поется если там вообще ну есть там есть слова она может быть и без слов потому что ну блин не только я к тому что не только книги являются такими о чем написали сейчас это как бы ну с сериалами и с фильмами это уже с кинематографом это посложнее а вот с музыкой я думаю все даже еще более интересно и музыка довольно как бы музыка раньше появилась музыка и живопись это универсальные языки искусства а ну и живопись да точно потому что музыка и живопись появились и раньше чем книги стопроцентно я уверен банально наскальные рисунки вспомним это очень красивые закорючки заводить домашних животных у меня есть две собаки которых я до смерти люблю но когда я задумываюсь об этом я понимаю что это просто два рандомных животных которых я как-то раз увидела и сказала да мне нравится и поселила их в своем доме против их воли при этом я регулярно кормлю их и даю больше ласки чем другим людям и эти двое похоже считают что все супер круто и проявляют взаимную симпатию ну в общем то да так она и есть да я всегда залипаю в такие размышления особенно когда упарываюсь я тупо пялюсь на кошку или собаку и говорю ну чё вообще думаешь что вокруг происходит ты вообще понимаешь что я тебе говорю тебе интересно где твои родственники по-твоему кто я вообще такой вдруг псевдомать какой-то рандомный зверь так странно что мы учимся общаться с ними эффективным образом и выстраивать взаимовыгодные отношения мне до сих пор не дает покоя эта мысль я где-то считала что кошки считают своих хозяев просто уродливыми кошками такая мысль короче предположение уродливые глупые коты которые зачем-то воруют их какашки да я представил как твои кошка и собака смотрит на тебя в ответ и такие ёбана в рот он опять под кайфом лол хлопанье в ладоши животное должно быть думать что мы шизики кроме тюлени тюлени шарят типа вы реально бьете сами себя чтобы проявить признательность к другим что еще бы кто это вообще придумал и главное типа чем громче тем лучше более странно эта тема насколько я понимаю у нас от рождения дети когда радуются постоянно хлопают иногда когда меня переполняют эмоции я тоже чисто инстинктивно хлопаю так откуда взялась эта привычка и интересно делают ли так другие иногда мы типа смеемся и допустим а ну это да иногда другого человека я до сих пор помню господи дуджуна которая так любит околотить тех кто с что не падают со стулья опасный опасный и приматы может быть это нечто вроде виляния хвостом у собак делают ученые обнаружили что шимпанзе хлопают и покачиваются когда им включают музыку а какой любимый исполнителю шимпанзе гориллаз арктик манки на будь это какой-нибудь русский там был бы моргенштерн шучу я уверен что это кто-нибудь сказал бы весь феномен смеха почему когда происходят определенные вещи у нас искажается лицо и сокращается диафрагма и таки даже мозг решает какие вещи смешные а какие нет я как-то я в общем-то могу по факту на чем-то там каком-то смешном даже просто сидеть и с ровным лицом да я такой у меня почти всегда так было с квн хотя бывали там реально забавные моменты максим горький так смешно да да что сказал каннибал когда ел русских классиков да раз видел документальный фильм в котором изучали смех обезьян там говорилось что эта реакция на то как кто-то совершает ошибку но при этом эта ошибка не вызывает значительных серьезных проблем мне кажется в этом есть смысл мы кричим чтобы предупредить других об опасности или о том что нам нужна помощь а смех это способ сказать что это была ложная тревога помните как испугавшись из-за какого-нибудь пустяка вы начинаете про себя смеяться я начинаю пару я я часто в хоррорах играю когда я начинаю ржать просто а вот в жизни нет фильмы ужасов когда смотришь в кинотеатре часто можно услышать как люди слух комментируют какие-то моменты и посмеиваются и потому что фильм офигенно такой смешной или нелепой это защитная реакция потому что самом деле им ссыкотно я тоже иногда так делаю ну да во первых а во вторых вот вы когда падаете бывает на льду но не больно обычно ты даже господи как же это нелепо и ржешь да а вот когда действительно что-то страшное случается ты просто ку блять я живое сердце вот это оно и есть неожиданный исход тоже вызывает у нас смех именно так и работают шутки некоторая плесень съедобно неважно как сильно она воняет например сыр с плесенью в 4 года родители накормить а плесень с сыром для меня сыром с плесенью я думал что это курица по рации они делают все то же самое что и сталкеры но им платят за то что они делают они сажают в тюрьму меня каждый ну меня это каждый раз удивляет я не понимаю зачем и как у людей моральный компас из боят у тех кто работает папарацци ну да папарацци это ж они все по идее лезут в личную жизнь если они не будут так если они так не будут делать у них не будет типа нужных им материалов а еще мне выносит мозг что можно практически ну сталкерить человека 24 на 7 и тебе ничего за это не будет и что человек который является сталкером он никогда не осознает то что он сталкер это страшно как бы он не пытался от этого отучиться каким-то наказание перенес вот если у него в мозгу тумблер какой-то не щелкнет он будет продолжать это делать с одним человеком из другим ну да он не осознает а чё я не так делаю чё в смысле да раз передергивает когда я вижу фотографии таблоидов особенно когда объект съемки чувствует при этом дискомфорт их навязчивость ненормально еще хуже когда папарацци и сталкерят детей почему это все еще законно языки да и просто побрилась на лысо я еще была тогда совсем подростком но я не понимала почему все так это обсуждают и осуждают ее там было понятно что человека на грани просто вы еще твари снимаете и там блокируете проход и проезд и так далее лезете человеку лицо с камерой буквально у ее утрясло просто почему зачем вы это делали я этим не интересовался максимум что увидел такую о побрилась на лысо бритни спирс ха ха все я в это время смотрела и мтв там серебрики интересовалась и мне просто вызывал вынос мозга почему люди к ней плохо относятся из-за этого если видно что учил человеку не хорошо кстати да всех сразу с рождеством ну либо с прошедшим рождеством хуже когда папарацци и сталкерят детей почему это все еще законно языки да и просто общение в целом если подумать то кажется реально странным что мы придали смысл кучки случайных звуков издаваемых нашими голосовыми связками чего это вообще началось как мы смогли решить что и как должно называться например как мы решили что камень называется камнем или что небо называется небом глотогония происхождение языка является нерешенной проблемой в лингвистике которая скорее всего никогда и не разрешить спасибо за да на а еще есть это удачи вам еще звуки есть одна африканская наречия где щелчками общаются но не таким я забыл кто у нас разных тональности то у нас там хищник издает эти звуки тональным является китайский язык очень большое значение решится поскольку как считается не существует никаких письменных свидетельств о возникновении языка но вообще на эту тему действительно очень интересно порассуждать мне нравится думать об этом как о бутстреппинге в программировании если мы способны создать хотя бы несколько базовых слов то мы сможем использовать их для дальнейшего развития и так далее и тому подобное интернет то как он работает да и просто вся его концепция совершенно незнакомые люди которые в буквальном смысле находятся на другом конце планеты могут практически мгновенно завести со мной диалог типа того привет приятель здравствуй мир то что я использую здравствуй мир это по моему была первая фраза написанная в интернете на мне вообще это как там я вроде как знаю что как интернет работает но никогда не задавался вопросом откуда он начал сам и как он работает по сути то интернет это огроменная лака агроменная локальная сеть а я расскажу об области своих знаний что мне выносит мозг какую огромную базу создало человечество для того чтобы мы знали как работает человеческий организм анатомию физиологию сколько было скрыто мертвых тел сколько было изучено всего под микроскопом сколько было всего препарировано для того чтобы медицина находилась на том уровне на котором находится сейчас ну да а ведь когда-то нельзя было вскрывать трупы по религиозным соображениям если люди настолько сильно не ну не ослушивались бы религию человечество были расплодил за такого количества миллиардов и она завести со мной диалог типа того привет приятель здравствуй мир то что я использую заостренную металлическую штуковину чтобы соскребать волосы со своего лица я думаю что с генеталиями то же самое выглядит еще более странно о да вся концепция кстати пися в пися и удовольствие получаемое в процессе не удивляет до сих пор почему не знаю животных это вот они получают удовольствие но они это тоже делают мы настолько преисполнились ты понимаешь природа так позаботилась о том чтобы мы были заинтересованы в сексе потому что у нас только стали умными что нас простой инстинктом размножения нас не заманишь в смысле нам чиликобобики не нужны начали мы не будем сексом заниматься эта шишка встала так придется правда такая переиграли уничтожили приду в контрацепцию но не всегда она работает стопроцентно со своего лица я думаю что с гениталиями то же самое выглядит еще более странно там ведь такая чувствительная кожа лично я не использую свои гениталии для соскабливания волос лица каждому свое не осуждаю кто как понял куда интересно как это вообще возможно использовать свои гениталии для соскабливания волос лица почему я уверен если начать искать почему я уверен что если найти начать искать если начать искать в интернете то можно найти и просто мне тут сразу вспомнились японские фильмы с девушками пулеметами из сада да ты мэнди вспомни только а чё в мэнди было там лезвие вместо писунов были разве да не помню уже я уже забыл все у меня память плывет тогда чьи гениталии ты используешь чтобы соскрести волосы с лица наш желудок естественным образом вырабатывать соляную кислоту она едкая и может прожечь кожу и ткань однако дабы предотвратить ситуацию в которой желудок переваривает сам себя внутри он покрыт специальной слизью видели когда-нибудь научные эксперименты в которых задействована соляная кислота химическая реакция вызываемая ею просто поражает понятно почему эта кислота содержится у нас желудки учитывая что мы периодически едим мясо кости и хрящи без соляной кислоты наши какашки были бы жестковатыми и костлявыми клетки слизи же на тут иногда бывает и так ощущение что тебя разорвет поешь ролл с кунжутом а потом какашка кольца ну да и это тоже помидоры семечки ягодки ягодки инжир кукуруза бля я же вчера ел инжирную конфетку пипец желудка каждый день обновляются представьте себе что вы появились на свет и поняли что ваша единственная цель в жизни использовать себя как одноразовую конструкцию для удержания кислоты мне кажется странным тот факт что почти все люди считают задницу привлекательной частью тела воу гляньте-ка на этот выпуклый кусок мышц и жира верхней части ног у той девицы этот ее изгиб вызывает у меня желание с ней спариться опять что-то на странно планетском да факт что мы писаем как и мы получаем удовольствие в радиусе пяти сантиметров напоминаю всем умникам которые говорят что это к ним не относятся потому что у них елда до колена ваша бульба уротеральные железы со спермой в любом случае начинают свой путь да и как бы ваша простота тоже находится там же рождаем новую жизнь листания реддита на мобиле типа чё это вообще за херня выглядит так будто я натираю телефон а в грудной полости очень ограниченное количество органов с ограниченным функционалом находится в брюшной полностью тоже пильники похоже всегда так сильно возбуждены ведь мы их постоянно массируем и все такое не делай ситуация еще более странно нравится тебе ты маленькая шлюшка извини это я своему телефону когда это писал поцелую типа так то мне нравится целоваться это действительно приятно но блин вот правда кто был первым кто сказал давай я прижму сворот к твоему и посмотрим что из этого выйдет губы это эрогенная зона да это понятно но вопрос в другом почему нам так приятно целоваться по французски но если чисто задуматься об этом то становится чертовски противно быть живым в этом мире просто тот факт что все вокруг существует хотя существует ли я люблю накуриться и просто палить на все вокруг думая как вообще все это существует в основном после этого у меня начинаются панические атаки но серьезно что все это нахрен вокруг так может не надо накуриваться чтобы и что до нас мир существовал уже миллиарды лет и будет существовать после нас а все наше огромное восприятие жизни реальности и собственного я ограничено этим крошечным кусочком времени который испарится так же быстро как и появился большое спасибо за да и после последнего этого как того по это после последние предложения зачитанного люди такие которые смотрели видос таки да 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 спасибо за просмотр до скорой встречи всего доброго и и и Продолжение следует...